Ну что, всем привет! У нас сегодня такое ответвление наших встреч по языку программирования Python. И это ответвление посвящено тому, что наш курс является спецкурсом, обязательным для кафедры АЯ, и вообще спецкурсом для магистров. И магистерская часть, несколько больше Поколавской, будет две или три домглавы. Первая тема, как видите, определилась. Еще несколько тем здесь предложено, о ней обсуждаются. Вот. Значит, я с некоторым разочарованием замечаю, что у нас три человека в зале сидит. Хотя я понимаю, что 6 часов вечера – это такой себе день, и всем тяжело. Кроме того, у нас вот есть эфир, и люди рассчитывают посмотреть это в эфире. Практика показывает, что рассчитывать на эфир – это надо иметь очень серьезную силу воли. Я обязательно посмотрю лекцию в следующий раз. Я обязательно посмотрю две предыдущие лекции в следующий раз. Я обязательно посмотрю все лекции в конце семестра. Это классическая такая ловушка. Поэтому так не делайте. Спасибо тем, кто пришел. Значит, на вас, кто пришел, ложится дополнительная нагрузка обеспечивать обратную связь из зала. Вот. Потому что вообще-то аудитория нужна именно для того, чтобы был какой-то диалог. Я вещать могу и без вас. Вот. В пространстве. Да. Значит, итак у нас сегодня разговор про регулярные выражения в питоне. Значит, добавлю, что это результат нашего голосования в чатике. Значит, и мы решили, в чатике мы решили, голоса разложились примерно пополам на пополам. Но я решил, что если люди выступали за то, чтобы в разговоре про Linux тоже была целая лекция про регулярные выражения, значит, так надо и сделать. Мы так сделали. Ради интереса, а также ради разнообразия, а также ради того, чтобы показать вам ценный ресурс, я... у этой лекции практически нет плана, потому что процентов 80, может быть, чуть меньше этого самого плана, можно взять из такого гитового проекта, который так и называется LearnRgex, The Easy Way, который, гитовый проект, это именно, условно говоря, книжка, да, тут кода как такового нету, это Markdown, просто, вот. А еще он, как это сказать, переводится на разные языки, никакого движка перевода не используется, люди просто сидят и переводят одно в другое, вот. Хотя, может быть, движок и переводится, надо посмотреть, вот. Я не разбирался с этим. Вот. И с некоторым... с некоторой натяжкой и с некоторым дополнением вот этот текст очень хорошо заходит для нашей сегодняшней тематики, вот, разговоры про регулярные выражения. Проект, как видите, свободный, лицензия у него прямо-таки обычная МИД, разрешительная. Вот. Разрешительная лицензия означает, что вы можете этот текст использовать где угодно, сохраняя исключительно ссылку на автора, вот, а так, в общем, безо всяких обязательств перед автором. Вот. И вы можете в этот проект дальше коммитить, вот. Я, например, когда готовился к этой лекции, закоммитил, правда, не в этот проект, а исправил немножко страничку на Википедии, вот. Вот. Где была фактическая ошибка. Вот. Значит, ну вот, вот мы начнем. Поскольку это разговор у нас ориентирован как раз на магистров, то есть на людей с некоторым базовым образованием, с незаконченным выше... А, нет, даже не так, незаконченный выше, это в случае, если у нас три курса. А если у вас четыре или пять, это значит, что вы уже чего-то какой-то, почти что... То есть вы уже немножко бакалавр. Вот. Ответ на вопрос, что такое регулярное выражение как таковое, достаточно простой. Регулярное выражение – это язык некоторый, задание шаблонов, поиска, некоторые подстроки в некоторой строке, в произвольной строке. При этом обратите внимание, что в этом определении есть ключевое... ключевых два места – это понятие шаблон, три – понятие шаблон, понятие поиск и понятие строка. Вот на этом ресурсе написано шаблон в тексте, но это не совсем правильное определение. Просто понятное дело, что слово строка, оно такое очень мутное, и люди не хотели его вставлять. Что такое строка? Строка – это текст достаточно короткой длины. Так вот, движок регулярного выражения, то есть инструментарий поиска, сопоставления шаблона, который вы задали, некоторые подстроки, большой строки. Этот самый движок алгоритмически достаточно разнообразный и интересный. К сожалению, времени на изучение этого движка у нас нет. Кому интересно узнать, как вообще происходит алгоритм в точности сопоставления, и как устроены два классических подхода к сопоставлению регулярных выражений, сейчас скажу, если у нас есть ссылка отсюда, отсюда у нас ссылки нету, значит, есть ссылка из лекций по Линуксу, добро пожаловать в книжку, которая называется «Mastering Regular Expression» завтрашным Джон Фридла. Вот, кажется, Джона. Мре. Где Мре? Вот Мре. Джеффри Фридла. Значит, вот, это классический труд по регулярным выражениям. Там описаны как раз два способа, два различных, идеологически различных движка сопоставления. Это движок, основанный на детерминированных конечных автоматах и на недетерминированных конечных автоматах. Почему на конечных автоматах? Да, значит, вот два разных движка. Кому интересно, смотрите, в Фридла там есть. Почему конечных автоматах? Потому что в действительности понятие регулярное выражение берет свое начало из термина, это называлось регулярное множество клини. Математик клини, который периодически возникает у нас во всяких математических курсах на факультете, в числе прочего придумал во время ООНа так называемые регулярные множества. Вот в Википедии есть описание, что такое регулярное множество. И это регулярное множество соответствует классификации формальных грамматик по Хомскому, самой строгой части грамматик, которая называется регулярная или автоматная. Почему он называется регулярный автомат? Ну регулярное, значит, это из-за того, что при описании регулярной грамматики используются как раз идеи клини. А автоматная, потому что именно и только для сопоставления регулярного выражения произвольной подстроке вы можете создать конечный автомат, который будет это делать. Для языков следующих классов классификации формальных, классификации в иерархии, всякие контекстно свободных, контекстно зависимых, вы уже не можете построить конечный автомат, алгоритм будет гораздо более сложным. Вот. Поэтому соответствующий уровень, третий, называется регулярный или автоматный. Поэтому, когда Фридл описывает два способа парсинга регулярных выражений, два способа разбора, оба из них основаны на конечных автоматах, только один из них недетерминированный, другой детерминированный. Вот. Поэтому регулярные выражения, как язык описания, да, поэтому регулярные выражения можно описать строго формализованным языком. Вот. И поэтому же движок, который выполняет сопоставление, обладает, ну, сравнительно невысокой вычислительной сложностью. Вот. Сравнительно потому, что, как мы сейчас увидим, есть некоторые с этим проблемы. Давайте мы сначала посмотрим, быстренько пробежимся по своему регулярному выражению, потому что рассуждать о том, какова там вычислительная сложность, что-то такое, не знаю, что это такое, или, вернее, не восстановить, что это такое, неинтересно. А потом вернемся к проблеме вычислительной сложности этого самого движка. Вот. И, надеюсь, тогда будет понятно, почему я настаиваю на том, чтобы в формулировке «что такое регулярное выражение» вот в этом месте стояло слово «строка», то есть текст фиксированной ограниченной длины. Вот. Вот пример шаблона какой-то. Значит, в шаблоне могут встречаться обычные символы и, соответственно, регулярное выражение, регулярное выражение, состоящее исключительно из обычных символов. Вот, например, вот такое. Это просто составное регулярное выражение. Давайте мы сразу питончик запустим, чтобы можно было на нем экспериментировать. В питоне есть... У-у-у-у. А, потому что я неправильно сказал. Вот. В питоне есть... М... Импорт. Модуль Ре, который этим занимается. Вот. Документация по модулю Ре где-нибудь у нас есть, я думаю. Вот она. Вообще говоря, людям, которые более-менее в теме, например, мне, достаточно просто прочесть эту документацию, прощелкав пример, и все сразу станет ясно. Вот. Возможно, и другим людям, которые достаточно быстро воспринимают информацию, тоже это будет вполне достаточно. Ну вот, модуль Ре. Значит, смотрите. Регулярным выражением может быть, например, один символ. Кстати, очень смешно. В информатике знаки называются символами. В философии это очень разные понятия. Знак – это то, что дешифруется по заранее заданной договоренности, а символ – это отсылка к культурным контекстам, ну, вот вся вот эта вот ерунда. Но почему-то в информатике знаки называются символами. И вот символы, ну, вот будем считать, что это символы. Значит, символы. Один символ. Давайте мы сразу воспользуемся таким инструментом, который называется FindAll. FindAll нам найдет все подстройки, которые соответствуют данному регулярному выражению в данной строке. Вот это у нас будет считаться регулярным выражением, а это строка. Вот. Вот он трижды нашел, давайте ради интереса здесь сделаем вот так вот. Вот он трижды, какой трижды? Шестикратно нашел вхождение регулярного выражения А в вот такую подстроку. В спецификации регулярного выражения была только обычная буква, которая воспринимается как обычная буква. Вот. И соответствует она под строке длиной ровно один и содержащей эту обычную букву. Именно поэтому в этой строке это регулярное выражение было найдено шесть раз. Вот. Простейший инструмент, которым мы будем пользоваться, FindAll, он делает вот это. Атомарное регулярное выражение может состоять из одной буквы. Если регулярное выражение состоит из нескольких букв, это на самом деле... Вот. Это на самом деле конкатенация складывания двух атомарных выражений. И сопоставление делается так. Сначала мы сопоставляем первому регулярному выражению что-то, какую-то под строку. Вот эту. А потом второму следующую. Если такое сопоставление возможно, значит сопоставление этому регулярному выражению тоже возможно. О том, как устроен алгоритм этого сопоставления, поговорим чуть дальше. Для обычных букв он устроен ровно так. Вот. Три буквы, значит, три. Да, значит, вон... Некоторые символы являются специальными. Обращаем ваше внимание на то, что... Вот у нас в лекциях по Линуксе был разговор, что в разных движках регулярных выражений используется слегка разный синтаксис, к сожалению. И каждый раз, когда вы пишете на определенном языке, почитаете документацию, там, какие символы чего значат, сколько бэкслышей ставить, вот это все. Вот. В частности, вот в этом тексте описывается что-то похожее на питоне регулярное выражение, но кажется не оно, то есть там какие-то мелкие отличия есть. Но, в общем, имейте в виду. Значит, некоторые символы в регулярном выражении считаются специальными. Это символы трех примерно видов. Четырех видов. Это символы, которые отвечают за матчинг, то есть за распознавание отдельного символа любого в случае точки, вот в этой строке будет найдено четыре регулярных выражения вот такого вида. Любой символ, любой один символ сопоставим матч с регулярным выражением точек. Вот. Либо диапазон, который может быть задан вот так вот, перечислением. Любой символ из группы, такой один, а таких три. Обратите внимание на то, что любой символ из группы, значит, вот эти три, каждый из них соответствует. f не соответствует, а каждый из них соответствует. Или отрицание диапазона. Когда, значит, любой символ, не принадлежащий этой группе, таких здесь тоже три, да, ни а, ни b, ни c. Ну вот, их там три. Вот. Первая группа спецсимволов – это указание на то, какие конкретно символы будут выбраны. Вторая группа символов – это повторители. Повторитель – это интересная штука, смотрите. Давайте начнем с простого. Значит, самый простой повторитель – это плюсик. Вот давайте мы посмотрим, сколько строк вида, состоящих из букв а, длины не менее чем один, содержится вот в этой строке. Ну, разумеется, три. Значит, вот такая штука, здесь атомарное регулярное выражение, а вот здесь вот плюс, означает, что вот такому регулярному выражению будет сопоставлено под строка длиной не менее чем один, состоящая из вот этого, из чего-то, что матчится вот этим регулярным выражением. Обратите внимание на то, что если я здесь поставлю не одну букву, а какое-то другое атомарное регулярное выражение, например, а-е, то таких вхождений будет не три, а, кажется, четыре. Нет, всего два. Почему? Потому что вот это является подстрокой, которая сопоставима с таким вот регулярным выражением. Любой символ с диапазона А, Б, Ц, Д, Е в количестве более чем ноль штук. Вот он. И вот вторая строка, которая тоже матчится, это, опять-таки, любые символы из диапазона А, Б, Ц, Д, Е. Вот они. Вот. Повторитель плюс, он сравнительно безопасный, а вот традиционный регулярное выражение повторитель, звездочка, он сравнительно опасный. Дело в том, что повторитель звездочка означает, что вот это регулярное выражение атомарное, вернее, вот это все вместе соответствует подстроке, в которой вот это атомарное регулярное выражение матчится ноль и более раз. Что значит ноль и более раз? Значит, что любая пустая строка обязательно будет найдена. То есть вот такое регулярное выражение может быть найдено где угодно. Ему будет соответствовать пустая строка. Вот, смотрите. Видите, сколько мы нашли вот таких регулярных выражений в этой строке? Столько, сколько в ней есть промежутков между буквами. Плюс два. В любом месте этой строки можно замачивать вот это. А вот это нельзя, понятное дело, потому что там его нет. Вот. Кроме этих повторителей, есть еще повторитель вопросительный знак. Это значит ноль или более раз. Ноль или один раз. То есть... Вот. Видите? В этом месте нашлась строка из... Давайте мы для простоты скажем вот так вот. Вот. Смотрите. В этом месте нашлась строка из нуля букв А. В этом месте нашлась строка из нуля букв А. В этом месте нашлась строка из нуля букв А. В этом месте нашлась строка из одной буквы А. В этом месте нашлась строка из нуля букв А. Здесь из одной, из одной, и в конце тоже из нуля. Вот. Такой вот повторитель опасноватый. Вопросительный знак и звездочка. Самый такой четкий – это плюсик. Вот. Повторители. Ну и есть еще всякие такие, знаете, указания, от скольки до скольки должно быть. Понимаете, да, что здесь произошло? Вот это регулярное выражение сопоставилось от двух до четырех. Нет, вот это нет, потому что от двух до четырех. А вот это уже, да, два, три, четыре. И потом снова два. Почему? Потому что четыре и еще два. Вот это первое сопоставление, это второе. Здесь четыре, еще четыре. Ну, в общем, вы меня поняли. Обратите также внимание на то, что мы при этом поиске, по крайней мере, функция find all не занимается нахлёстыванием. То есть в строке из шести букв А, вот здесь вот, например, да, я бы вот здесь вот мог найти сколько последовательностей из четырех А. Да много. Одну, вот это первое, вот это условно второе, вот это условно третье. Но, естественно, сопоставление так не работает. Вот эту подстроку сопоставили, все, проехали. Теперь вот эту подстроку сопоставили, все, проехали. А вот эта буква А не соответствует этому регулярному выражению. Это был разговор о повторителях. Теперь, значит, относительно позиционирования. Позиционирование, это такие символы позиционирования, это ситуация, когда вы привязываете положение той подстроки, которую вы ищете, к позиции в строке. Ну, например, значит, вот мы сделали find all от A, не знаю, B, C в строчке 1, 2, 3, A, B, C, 4, 5, 6. Вот она нашлась. Вот. Ну, если, допустим, вы хотите сказать, что это A, B, C должно находиться ровно в конце строки, то надо писать вот так. Так работать будет, а, естественно, если она не в конце строки, работать не будет. Вот этот символ означает не конкретный символ и не повторитель, а указывает на позицию в строке. То же самое с началом. Так работать не будет, и только в начале строки эта штука будет найдена. Такие дела. Ну и, наконец, альтернатива. Альтернатива – это такой простой способ вашей попытки применить сразу несколько регулярных выражений в одно. Это когда вы говорите, ну, давайте поищем либо с диапазона от A до B, либо с диапазона от 1 до 5. Вот в такой строке. Ну, скажем. Что мы найдем? Вот тут лишнее. Вот. Давайте только здесь плюсик напишем, а то уж больно некрасиво. А, ну вот, видите? Вот это А нашлось, это Б нашлось. А, Б, 2, 3, 4, 5 нашлось в диапазоне от 1 до 5. Да? Б, 3, Б, 1, 2. Ну, короче, вы поняли меня. При этом обратите внимание, что вот этому регулярному выражению сопоставлена либо последовательность вот таких букв, либо последовательность вот таких цифр. И то, и другое истинно. Вот это либо, это, собственно, и означает. Вот. Это мы все посмотрели, это мы тоже все посмотрели, знак вопроса посмотрели, фигурные скобки посмотрели, скобочные группы. Скобочные группы – очень интересная вещь. Если мне не изменяет память, наличие скобочных групп впрямую никак не влияет на язык, который вы задаете. Вот. То есть он все еще остается, грамматика все еще остается автоматной. Но сильно упрощает определенные всякие интересные конструкции. Вот. Это, кстати, верно также и для повторителя плюсовый вопросительный знак. Их, как вы помните, если вы были на лекции, линуксовые нету в стандартном регулярном выражении, есть только в расширенном. И на операцию альтернативы это тоже никак не влияет. Вы просто, это просто два разных регулярных выражения, которые вы предстоятельно применяете, вот и все. Вот. То есть это не выводит нас за класс автоматных грамматик, все еще можно построить конечный автомат. Но. Здесь, наверное, знаете что? Давайте я введу скоб, сейчас дать подумать. Нет, не буду пока вводить скобочную группу. Давайте мы вернемся и поговорим, как я и обещал, об алгоритме разбора. По какому принципу в составном регулярном выражении каждый кусочек, каждое атомарное регулярное выражение соответствует какому-то кусочку в строке? Сейчас попробуем это сделать. Давайте тогда сделаем не find all, а освоим новую функцию, re.match. Матч. Матч. Тут, как обычно, регулярное выражение. Ну, скажем, придется, видимо, вводить скобочные группы. А вот тут и введем. Ну, скажем так, а плюс, b плюс, допустим, в последовательности. А, давайте так, чтобы было видно. А, а, б, а, а, б, 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 б. Что, не нашлось? А почему? А, потому что research, извините. Вот, нашлось. Значит, сразу скажу, чем отличие функции search от match, если вдруг кто-нибудь еще не догадался. Search ищет вхождение под строки в строке. Match определяет, является ли эта строка сама по себе, удовлетворяет ли она этому регулярному выражению. Ну, этому, разумеется, не удовлетворяет. Вот этому, разумеется, удовлетворяет. Да? Волшебная пилюля точка-звездочка означает сколько угодно символов, повторенных ноль и более раз. И, соответственно, нашлось. Видите, он нашел какой-то описатель того, как он находил наше регулярное выражение. Вот. Ну, кстати, возможно, я скажу тривиальную штуку, но выражение точка-звездочка, разумеется, будет найдено где угодно. Да? Значит, любая последовательность любых знаков любой длины может быть найдена в любой последовательности любых знаков любой длины, разумеется. Ну, вот. Значит, итак, реманч. Реманч возвращает некоторый матч-обжект, в котором... Нет, это не то. А, я точку-звездочку здесь сделал. Конечно, вся строка будет мальчиться, разумеется. А, она пустая, потому что матч. Да, спасибо. Я тоже туплю. Вот. Вот. И вот тут можно рассмотреть... Почему опять ноль? А. Вот. Группс есть такой? Вот. Смотрите, что. Что делает, собственно, Ресерч? Ресерч находит первое вхождение вот этого А+, Б+, в эту самую строку. Вот это А+, Б+. Вот. Мне не нравится, что пост здесь равен нулю. А, вот здесь написано, спан равняется от 10 до 12. Вот оно, да? Вот. О. А вот метод спан у вот этого результата, который все еще возвращает, говорит, с какого конкретного индекса, по какой конкретный индекс был найден на соответствующее регулярное выражение. Вот с 10 по 12. Если, опять-таки, кто был на лекциях линуксовых, это воспроизводит работу этого самого рига-гзека. который точно так же делает, он возвращает список групп, в которых есть индексы, с какого места по какой было найдено соответствующее регулярное выражение. Вот. Но сейчас мы говорим про одну единственную группу. Как видите, группы во множественном числе отсутствуют. Откуда возьмутся группы в нашем регулярном выражении? Они возьмутся, если мы вот здесь вот обозначим скобочками соответствующие элементы. Сами по себе скобочки ни на что не влияют за исключением двух важных моментов. Момент первый. Скобочки позволяют превратить неатомарное регулярное выражение в атомарное. Давайте это заодно сейчас вот не так сделаем, давайте это как раз проверим. А, Б, С плюс, ну, А, Б, С, Б, С, Б, С плюс. Вот. Значит, ну, там, Л, А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С. Ой, нет. Вот так вот. Вот. Обратите внимание на то, что вот это рубленное выражение является составным. Оно состоит из трех кусочков, каждый из которых мачтся строчки А, Б, С. Вот это регулярное выражение делает вот эту штуку атомарной. То есть мы теперь работаем с подстрочками, которые мачтся исключительно подстрочками А, Б, С. Поэтому из вот этого вот всего, вот из этого всего шаблона был выбран именно А, Б, С, А, Б, С, как дважды повторенная вот эта последовательность. Вот это А, Б не зашло, потому что, ну, потому что потому что здесь написано другое. Здесь написано, что вот это все, вот это вот все, то, что мачтся под строчкой А, Б, С, должно быть повторено более чем один раз. Более чем ноль раз. Вот. Соответственно, вот. Первое свойство круглых скомочек это тот факт, что они превращают заключенные в них составное регулярное выражение ватамарное, и к ним, например, можно присобачивать, повторить. Второе свойство круглых скомочек это то, что круглые скомочки сохраняют сохраняют подставленную подставленную вот в них строчку в специальную группу, которая доступна в питоне, по крайней мере, как раз вот здесь вот в результатах метода Группс. давайте это посмотрим. Значит, давайте мы только не так сделаем, вообще не так, а, допустим, результат равняется риа точка сёрч, ну, попроще что-нибудь, а плюс, б плюс, а, сейчас, дайте подумать, а плюс точка звёздочка, б плюс, вот как-то так, да, в строке б, а, а, б, 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 Ну, кстати, можно тут продолжить, но это уже не будет иметь значения, сёч показывает нам первое вхождение, там есть другие параметры, но пока что мы в них смотреть не будем. Вот. Что сейчас произойдёт? С. Было найдено, вот это регулярное выражение вот в этой строке было найдено, оно было найдено где? Вот здесь, видите, какое длинное, начиная вот отсюда, это а плюс, дальше, это . звездочка и заканчиваем вот здесь это b плюс вот и в groups у нас появились подстройки которые попали в эти самые скобочки первую группу скобочек ну нулевую папа первую группу скобочек попала а то бишь а плюс во вторую группу скобочек попала бы то бишь бы плюс вот значит второе свойство скобочек это их это то что они сохраняют под подставленную строку в соответствующий по номеру соответствующий соответствующую группу вот теперь плюс вне скобочек чуть позже обсудим там есть один это то о чем я правил википедию позавчера давать значит теперь давайте у нас теперь есть все готово для того чтобы обсудить как работает сопоставление потому что вообще говоря в этой строчке можно было найти много разных под строк которые соответствуют выражению а плюс . звездочка б плюс например вот такую а плюс вот он . звездочка вот он бы плюс вот он почему нет ответ потому что алгоритм классический алгоритм сопоставления регулярного выражения по шаблону выражается четырьмя словами самый левый самый длинный объясняю как это работает на практике подстановка которая будет считаться результатом матчинга регулярного результатом сопоставления с регулярным выражением делаться следующим образом атомарные регулярные выражения на которые разбирают разбивается наша наша большое регулярное выражение и соответствующие под строки находится между собой вот в какой зависимости самое левое вхождение должно быть самым длинным из всех возможных вариантов после чего рассматриваются все возможные варианты у которых вот это вхождение самое длинное после чего рассматриваются все возможные революенты у которых вот это вхождение самое длинное соответственно если мы сейчас давайте упростим вот здесь вот а а а б б б ц ц ц ц ваше предположение в первой и в третьей группе что будет в первой очевидно самый длинный последователь из а то бишь 3 а а дальше это третье или вторая вторая но у нас не давайте давайте ради ради прикола напишем здесь тоже группу все три группы будут у нас явно записаны и так в 1 а а во второй ц ц ц б б а в третье просто б именно так вангование ваше было верным она наверняка не был вангованием давать до правила самый левый самый длинный значит нам могло показаться так на интуитивном уровне что это должны быть строчки а а а ц ц ц ц и б б б но это конечно не правда потому что самый левый самый длинный работает следующим образом мы берем вот это регулярное выражение сейчас я описываю функционирование движка который как раз основан на недетерминированных конечных автоматов потому что это движок с бэк трекингом с это называется с возвратом вот мы берем вот это регулярное выражение а плюс находим самую первую длинный вариант его подстановки самый левый самый длинный нашли у нас остается вот эта строчка мы берем следующее атомарно регулярное выражение находим самый левый самый длинный вариант его подстановки это вот ц ц ц б б б б нашли берем следующее атомарно регулярное выражение пытаемся его подставить не получается мы сожрали всю строку а тут у нас стоит б плюс происходит откат возврат к предыдущей позиции какая предыдущая позиция вот на этом шаге мы попытались замочить слишком большой кусок давайте замочим поменьше на первом шаге а а на втором ccc bb самый левый самый длинный пытаемся замочить оставшуюся строчку подходит она к b плюс подходит все результат верен вот она результат так работает матч так работает сопоставление регулярным с регулярным выражением основаны на недетерминированных конечных автоматах потому что недетерминированных потому что backtracking потому что у нас если мы нарисуем этот конечный автомат у нас будет вести из одного узла сразу несколько линий в следующий и выбор этих линий определяется просто размером размером длиной внезапно замоченного слова да то есть это вне свойств конечного автомата какой-то внеположная логика который говорит если у вас из узла конечно автомата идет сразу несколько линий значит выбирайте что который в конце концов у нас окажется что этот матчинг ведет самый длинный самым длинным сопоставлением вот недетерминированный детерминированный конечный автомат я сейчас не готов излагать алгоритм как он устроен но он не ребят driven а string driven мы берем целое регулярное выражение и начинаем его потихонечку применять к все еще все более расширяющейся строке вот при этом там запоминаются запоминаются состояние в памяти вот то есть такой движок обычно жрет память довольно прилично но зато работает существенно быстрее потому что мне так трекингов мы сразу приезжаем к ответу вот но это я описываю свои воспоминания о том как работает дефа бейзит разборов разбор регулярного выражения а за конкретным алгоритмом ходите куда-нибудь ну к тому же фриду например ну вот самый левый самый длинный так работает сопоставление теперь наверное давайте посмотрим я что-то как-то решил забить на этот план наверное и бог бы с ним с этим планом 20 все могут на этот план посмотреть еще раз вне меня тем более что все что я сейчас говорил тут так достаточно достаточно непрозрачно написано а мы едем дальше был вопрос что будет если плюс поставить после скобочки давайте посмотрим что будет если плюс поставить после скобочки давайте для ради этого составим вот какое регулярное выражение значит здесь напишем что-то типа от а до c после чего сейчас а зачем это даться ну сейчас увидим от бдд вот плюс вот ну хорошо а b c д е ф а а б б ц ц д д е е ф чё все правильно так так ну все все правильно но это неправильный пример значит пример неправильный почему так этот плюсик не сработал как повторитель повторение было ровно один раз и групп два символа один из этой из этого диапазона другой из этого встретились первый раз вот здесь это от а до c а это c до c до е так что все все тут правильно написано только это плохой пример давайте попробуем сделать придумать пример получше мне нужно чтобы там было повторение чтобы почему бы не прошло ой сейчас это это мне странно а я яска я знаю почему это как раз ответ на ваш вопрос просто я его пропустил хороший это был правильный пример так почему бы не прошло давайте уберем плюсик из этой картинки где она тут картинка даю дайте уберем плюсик из этой картинки извините вы права я нет значит здесь все очевидно вот у нас вот у нас сопоставление с часть секунду вот вот у нас сопоставление найденное самое левое сопоставление с шаблоном а от а до c до от b до d вот оно и вот оно тут понятное дело что если мы поставим сюда плюсик да и например сделаем вот так вот то первой группой группой номер один будет группа которая соответствует всему вот этому делу то что сейчас выделено голубым цветом а группой номер два будет то что соответствует вот этому то что сейчас то что сейчас выйдет на голубом цвет и в группе номер один я думаю будет чуть ли не вся строка наша а вот в группе номер два будет какое-то из запомненных нами подстановок так вот она там будет последние последние или нет а бы а почему не бы цеда почему не бы ц а б цеда ц д а б да понятно почему вот это а б давайте вот все сейчас все 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 б уй так я пытаюсь понять да нет все понятно почему давайте смотреть во первых давайте вернемся вот к этой картинке она чуть более понятная на самом деле и так вся строка которая у нас вот тут целиком мальчатся это а б ц д а б то что соответствует вот этим вот этой первой скобочной группе она первая потому что перво открывающая скобка да последние c сюда не попало почему потому что вот эти штуки которые под плюсами они по два символа отца седьмой символ в этой в этой картинке он туда не лезет первый матч а б второй матч cd третий матч а б 20 да давайте вот так сделаем так вот так как раз понятнее всего и так вот в эту штуку у нас залезло что несколько один или более раз повторенный пары символов из такого и такого диапазона такого и такого а б ц д а ц вот они в эту штуку что у нас залезало у нас сначала условно говоря туда сохранилась а б потом туда же сохранилась cd потом туда же сохранилась а ц вот он это а ц вот теперь я кажется ответил на ваш вопрос вот спасибо александр он там дает советы я просто их плохо вижу дает советы да дает советы по 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 подсказке по тому почему почему я туплю я буду в следующий раз смотреть на то что вы пишете александр потому что вы все правильно говорите а мы с вами продолжим обратите внимание на то что мы остановились на скобочных группах итак у скобочной группы есть два свойства она преобразует атомарное выражение составное регулярное выражение в атомарное чтобы можно было поставить вот этот самый повторитель а еще она скобочная группа запоминает что-то в группу и мы только что посмотрели по правил запоминания значит группы нумерованы по открывающиеся скобки и в группу сохраняется тап от строка которую она которая группа замачивала каждый раз когда эта группа ее замачивала например есть стоит повторитель то можно считать что туда будет сохраняя сначала одна под строка потом другая потом третье и на придет только третье что еще интересного можно сказать уже выходя за рамки выходя за рамки регулярных выражений таких условно классических а относительно того что есть в питоне кстати в вот этом тексте регулярное выражение тоже есть такие тоже есть такое место сейчас мы на него я в него ткну вот вот дополнительные позиционные параметры дополнительные символы позиционирования в питоне такие тоже есть сейчас вам их покажу тоже да где же они вот вот они дополнительные символы позиционирования в питоне их даже больше нужны для того чтобы упростить работу с реал лайф всякими текстами вот например 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 вот я сейчас побольше сделать и люди щурятся например сейчас погодите она убежала от меня например спозиционирует что-нибудь на границу слова на границу слова то есть можно сделать вот так вот смотрите ре точка search бэкслэш W . звездочка бэкслэш W обратите внимание что на то что бэкслэш в питоне мы это знаем по прошлой лекции и это символ экранирования специального символа и он исчезает после того как выполнил свои функции для того чтобы передать его внутрь регулярного выражения надо воспользоваться модификатором r который говорит нет там внутри строки все символы совершенно одинаковые пускай движок регекс поразбирается кто из них кто поэтому надо писать r и вообще имейте привычку не писать регулярное выражение без модификатора r это вредно вот ну давайте find all сделаем ради чтобы для простоты вот 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 так вот так вот так вот так вот так вот так не нашел а что я сделал не так давайте посмотрим в документацию вообще-то а это не граница слова это не позиционный параметр я стоя ступил w вот значит понятно значит дать попробуем вот так вот вот значит я вступил вот это расширение w это не позиционный спецсимвол а просто символы слова а соответственно w большой это символ не из слова 20 в этом похоже что здесь в вот этом в этой штуке ну кстати здесь также написано вот здесь также написано то же самое то же самое относится к цифрам это все что является цифрами от все что не является цифрами вот то же самое относится к пробелам пробельным символом мы помним что пробельный символ это пробел табуляции перевод строки перевод формата все остальное не пробельные символы вот и кажется все таки была граница слова b и а вот беги не голды word и а только только начало слова вот в в питоне конкретно в питоне есть специальные позиционирования именно позиционирование означающие границу слова вот вот тут вот вот так это надо было сделать вот здесь вот надо было сказать б . звездочка а здесь надо написать что-нибудь такое типа обратите внимание что вот это бэкслэш б в отличие от этого бэкслэш w не является символом то есть это это управляющий символ не вида замены а вида позиции да вот все что давайте так сделаем вот так чтобы было видно что из них кто вот в позиции всего позиционирование разумеется ничего не он ничему не матчат он только говорит сначала слова вот эта штука вот отсюда она начинается ну вот значит некоторым расширением некоторым расширением классического регулярного выражения является позиционирование по началу слова или простой 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 шаблон для матчинга сразу цифр или сразу букв вот как вы понимаете это то же самое цифры то же самое что 0 9 на самом-то деле а вот с буквами несколько сложнее потому что буквы в разных локалях разные мы про локали с вами будем говорить в конце этого семестра чуть чуть раньше чем в конце вот поэтому вот w вот в случае аске будет вот так вот а в случае не аске будет по-другому вот короче там изолну на самом деле применяется вот что что изолну говорят говорят true вот все будет сделать ну вот это значит что касаемо что касаемо расширений расширений которые не выводят нас за пределы регулярных выражений то бишь конечных автор регулярных грамматик на самом деле в питоне есть довольно много расширений которые выводят нас за пределы регулярных грамматик то есть то что мы можем описать на языке питаньего модуля ри это уже не совсем регулярная грамматика с некоторым хитрым движком сопоставления и так дальше но прежде чем к ним перейти давайте мы поговорим о еще одном свойстве скобочной группы который называется бы к референс или обратная ссылка вы можете что сделать вы можете сделать вот что вы можете написать так найдите мне пожалуйста в нашем в нашей строке последовательность символов от а до c после которой следует что-то после которой следует та же самая ровно та же запомненная нами в первой скобочной группы последовательно символов от а до c а b c ну а б а b c давайте только сделаем не так вот так да а б ц б ц да а б ц б ц чё я не понял а я понял это все правильно надо вот так было сделать о значит что сейчас произошло ну собственно то что я сказал вот в этом месте сказано что ровно такая же последовательность которую мы запомнили в первую группу должна встречаться после произвольного количества символов в конце вот эта последовательность самая левая и она же соответствует некоторым вы некоторым варианту маченка где вот есть такой вариант вот вот такая вот такой вариант аbc . звездочка аbc не прокатил потому что он не соответствует алгоритму самый левый самый длинный самый левый должен быть самый длинный о самой левой самой длины вот такой у него есть вот этот матчинг вот бекрефенда Бэк-референс, вообще говоря, выводит нас за пределы автоматных грамматик регулярных, потому что это уже что-то, что-то связанное с контекстом. Это ни в коем случае не контекстно свободное и не контекстно зависимое. Кажется, это не контекстно свободное и не контекстно зависимое описание, потому что они более сложные, но явно выводящие нас за эти пределы. Другое дело, что алгоритм с бэк-трекингом, который мы с вами обсуждали, позволяет вполне легко, может быть, вполне легко модифицирован для того, чтобы запоминать соответствующие кусочки подстановки и потом их вспоминать. А если не получилось, обратно бэк-трекаться. Проблем никаких. Этот алгоритм позволяет использовать бэк-трекинг, поэтому во многих утилитах в Linux, например, он тоже используется. Вот. Александр нам советует не забыть напомнить, что функция скобочной конструкции с одной стороны превращать регулярное выражение в атомарное, а с другой стороны запоминать его в соответствующую группу могут быть разделены. Если мы хотим только превратить наше выражение в атомарное, а в группу не записывать, надо использовать чуть более развесистый модификатор, но зато он никому не будет мешать. Ну, давайте сейчас напишем. Вот если мы напишем вот так вот, да, где там у нас было? Во, вот так вот. То у нас будет две группы. Предположим, мы не хотим вот эту внутреннюю группу запоминать вообще, она нам не нужна. Мы всего лишь хотели сказать, что нам нужно попарно символы повторять. Тогда мы вот здесь должны написать, вот если мне не изменяет память, вот так. О, вот эта вот конструкция вся вместе, вот эта гармозея, вот этот странный смайлик, означает, что скобочки есть, а запоминания в группы нет. Почему так, не спрашивайте. Это вопрос к Ларри Воллу, который придумал так называемый перл компатимул регулярное выражение, и это он придумал вот это. Ларри Волл, кстати, по основной профессии, по основному образованию как раз лингвист, так что ему, наверное, было так удобно, лингвисту. Смиритесь с этим и страдайте. Вот так устроена незапоминающая группировка в регулярных выражениях в питоне, которая воспроизводит регулярное выражение в перле. Так, что еще? Осталось самое интересное на самом деле. О котором мы почти не будем говорить. Оно не самое интересное, а самое сложное. Давайте лучше поговорим про поиск замены сначала. А уж когда останется время, поговорим про все остальное. Потому что поиск замены – это то, что нам нужно. Ну, значит, про бэк-референсы, про обратные ссылки мы уже только что поговорили. Значит, обратная ссылка – это такой способ сослаться на ту самую подстроку, которая была замачена регулярным выражением в группе номер такой-то. И этим же свойством можно пользоваться, когда мы делаем поиск замены. Ну, например, суб. Что? Ну, допустим, наш любимый АС+, за которым следует, не знаю там, 1, 3+. На что? Поменяем их местами. Сначала второе, потом первое. Где? Ну, вот в такой вот строчке. Не знаю. Сколько там? 1, 3? Чего? А, что я сделал неправильно? Р не написал. Что это за ерунда нам вылезла? Символы с кодом 1, символы с кодом 2, потому что так можно. Ух! 1С. 1СА. Нет. А. 1 не нужен. СА2. 2СА. С1. 1С. Ну, короче, вы видите, да? Как все. Мы просто поменяли их местами. Если вы хотите поменять только несколько вхождений, используйте суб. Н. Кроме того, кажется, у ре-суб есть параметр, откуда начинать. Нет. Нет. Есть только параметр, сколько подмен сделать. А суб. Н. А. А суб. Н. Она делает new. Суб. Он, вернее, он делает... Ой. Нумер. А, он говорит, откуда что. Сколько... А номер... Суб. Н. Рассказывает еще, сколько подмен было сделано. Ну, потому что это важно иногда бывает. Сколько раз мы подменили одно в другом. Ну вот. Собственно, этот суб. Это вообще универсальный инструмент решения всех проблем. За одним маленьким исключением. Это то, о чем я говорил на прошлой лекции на Linux. И вам это тоже скажу. Так, Александр говорит про именованные группы. Хорошо. Спасибо, Александр. Расскажу про именованные группы. Значит, очень важный момент. Когда вы начинаете на автомате хорошенько пользоваться регулярными выражениями, начинает казаться, что с помощью регулярного выражения можно решить любую проблему парсинга любого, значит, автоматически разбираемого текста. И это неправда. У меня один раз в жизни был, причем в довольно сознательном возрасте, помутнение рассудка, я пытался парсить регулярными выражениями скобочные конструкции с произвольным количеством вложенных скобок. Это не работает совсем. Потому что скобочные конструкции по определению контекстные. Сколько скобок с одной стороны открывающего, столько должно быть закрывающего. Вот. Все. И это первое. И второе. В действительности регулярные выражения хороши только там, где у вас очень четко определен контекст, внутри которого вы же там что-то ищете или что-то на что-то заменяете. Чем сложнее, чем сложнее тот язык, который вы парсите, и чем больше объем текста, внутри которого вы пытаетесь распознать, написать, точнее, регулярное выражение, распознающее то, что вам надо, тем монструознее будет регулярное выражение. В первом издании Фридла, того самого Фридла, вот здесь, в первом издании Фридла, было приложение, где он описывал, как с помощью регулярного выражения парсить стандартный e-mail заголовок протокола SMTP. Как выяснилось, это не совсем простой заголовок, там еще всякие разные варианты рассматриваются, еще некоторые синтаксические эти самые. В общем, регулярное выражение занимало 16 страниц этой книги. Правда, оно было с комментариями, но все равно оно занимало 16 страниц. Вот не делайте так. Это можно сделать только из спортивного интереса. Регулярные выражения нужны тогда, когда вы очень четко определили контекст, внутри которого вы ищете, или ищете, и заменяете. Там обычно нету разночтений. Громче. Где у нас есть одна группа и скобочки? Так. Ну, хоть вот так. Это не совсем оно, но пускай так будет. Так. И какая-нибудь группа есть с... Она одна, вот она. Или вы что хотите? Добавить ее же. Вот так? Среди единичек, да. И все это заключить в скобки еще. Да бога ради. А-а-а. Я думаю, что оно отвалится. Что? А если это ванна, по-среди на среди единички? То есть, как бы, по-среди на среди единички? Да. Только погодите. Давайте мы попроще сделаем. Конечно, Андрей, вот это должно быть. Да. И тут должна быть какая-то парная. Ну да, Р. Р обязательно надо везде поставить просто, чтобы ради этого самого, ради гигиены. Поскольку она одинаковая, значит, это где-то должно быть... Ну, мне кажется, оно работает. А вот один, не знаю, что будет. Мне кажется, да. А, exception приехал. А, причем exception вполне разумный. Can it refer to an open group? Да, мы не можем ссылаться на группу, которая еще не заматчена. Вот. А вот так все работает. Вот эта группа вторая, она тут же повторяется. Все, все, как у людей. Все, 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 как вы хотели. Вот. Значит, Александр мне тут посоветовал еще одну штуку. Еще одну штуку из... Вот. Дело в том, что групп, как мы это знаем как раз в лекции по линуксу, в стандартном синтаксе может быть 9 штук. Backslash 1, Backslash 2 и так далее, Backslash 9. А Backslash 10 уже не читается как Backslash 10, а читается как Backslash 1 и еще 0 в конце. Поэтому, если вы хотите, чтобы их было много в поиске с заменой, используйте вот такую конструкцию. Вот. Опять же, она очень страшная, но зато универсальная. Давайте я попробую это сделать. Значит, Search. Да. Здесь, что там, вопросительный знак P. Да, вопросительный знак P. P. Ну, допустим, Grgr. Это название группы. Дальше наш любимый AC+. Да. Ну и в этом самом... Так, что у нас есть? Групп, дикт. Вот. Именованные группы приезжают вообще в другое место. Они называют... Это место называется группдикт. Вот. И там, может быть, какие угодно имена, которые вы задали. Кстати, вы можете на нее и сослаться. Вы можете на него и сослаться. Например, Backslash... Нет, не Backslash. А P равно Grgr. Вот. Тогда у вас должны быть что? Должно быть... Вот. Вот, смотрите, она нашлась. Вот она. CA и CA. Вот она ее нашла. Соответственно, группдикт у нас будет просто... Grgr будет равно CA, я так думаю. Да. А Groups, это будет группа номер один, равная CA тоже. Вот эта вторая. CA. Вот. CA и CA. Вот так вот я ее задал, а потом на нее сослался. Вот. Так вот она... А, нет, неименованные не прилетают. Вот видите, группдикт. В ней есть только именованные группы, а в Groups вот эта неименованная группа. А внезапно. Вот она. Вот. Вот. Что интересного есть в питоне? И чуть-чуть поговорим про нерегулярные совсем выражения. Вот. Важные моменты про нерегулярные выражения. Мы уже все видели, что здесь написано. Помимо того, что есть еще метод finditer, который работает как findall, но возвращает итератор, чтобы если у вас всех этих групп заманченных очень много, чтобы не возвращать огромный список. Вот. Почему-то здесь нету... Давайте я это впишу, потому что это важный момент. Есть очень удобный инструмент сплит. Давайте мы его найдем, впишем сюда. Что такое сплит? Сейчас я вам покажу. Это реально удобный инструмент. Я им очень часто пользуюсь. У него есть побочная фича, которую я вычитал далеко не сразу. 20. Так, ну он сохранился, этот сплит сюда? Сплит сохранился. Заодно сходим по этой ссылочке. Есть такая штука, да. Вот. Значит, что такое сплит? Сплит – это как метод сплит. Сплит в строках. Только в качестве разделителя вы указываете регулярное выражение. Страхно удобно. Вот. Пробуем. Ре точка сплит. Давайте возьмем нашу любимую АС+. Плюс строчку, допустим. Так. А. Вот. Обратите внимание, что работает как сплит, за исключением того, что вот такое регулярное выражение является разделителем. Вот этот баб – это разделитель, значит, вначале стоит пустая строка, потом разделитель баб, потом вен, потом А. А, С, Н, ну и так дальше. Вот. Фича, которая задокументирована, но которую я нашел далеко не сразу. Если у вас в... сам разделитель взят в скобочки, то результат будет вместе с ним, с разделителем. Фактически вы делите строчку на последовательность что-то, разделитель, что-то, разделитель, что-то, разделитель. Очень удобная вещь. Я забыл, что будет, если... Во-первых, давайте попробуем, что у нас получилось. Вот. Отлично. Я забыл, что будет, если сделать вот так. Внезапно ничего. Да? А, нет, почему же? Группы все нумеруются последовательно в этом самом сплите. Строка, группа номер один разделителя, группа номер два разделителя. Строка, группа номер один разделителя, группа номер два разделителя. Ну и так дальше. В общем, инструмент сплит, это не просто сплит, а еще, значит, некая магия, достаточно белая магия над разделителями. Все, у нас осталось время поговорить о нерегулярных выражениях. Вот. Значит, нерегулярные выражения, то есть то, что нас выводят далеко за рамки обычных регулярных выражениях это две вещи это пред и постпросмотр и нежадный повторитель при постпросмотр где то есть он прямо в документации пример можно оттуда ну неважно давайте попробуем сами при постпросмотр эта ситуация когда вы говорите наша строка должна находиться что а ну да это флаг наша строка должна быть допустим перед строкой такой-то ну вот эту вторую строку мы в матчинг никто не включаем наша строка должна быть перед ней тумы потом разберем предпросмотр 20 вот видите давайте прям вот этот пример с айзеком азимовым и пропад по попробуем значит риа . search да что это айзе а язык который должен должен стоять а язык пробел который должен стоять только перед фамилией азимов но нигде никак иначе что что сделал неправильно а у нас нет ни одной группы вот что это постпросмотр а еще предпросмотр по-моему это делается вот так нет да но она не так пишется сейчас давайте посмотрим как она пишется минус меньше равно меньше равно о при этом понятно если мы здесь напишем не иса кто она будет то там не будет группы здесь напишем не азимов то там не будет группы вот фишка пост и предпросмотр состоит в том вот особенно в случае постпросмотр хорошо это видно допустим допустим так риа точка find all допустим это у нас группа наша любимая а плюс которая стоит перед перед это перед да 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 перед а а а а а а c плюс который стоит перед ну скажем bd плюс так он что нашел а bc а а d во второй группу попал да а а а почему не нашел а потому что а потому что вот нет мне не понравилось ладно слушайте сейчас не буду тупить времени мало смотрите фишка стоит в том что у нас вот этот вот этот мальчик может может замочить вот этот потому что мы тут мы эту строчку еще не распознали я сейчас не готов приводить примеры время позднее вот но идея предпросмотра состоит в том что мы следующее следующее строчку по поверили что эта строчка что айзек находится перед азимовым да но в принципе мы потом можем вот эту штуку найти еще и в следующем мы можем найти дальше мы можем найти вот в этой строке вот а давайте кстати мне кажется я знаю что нужно делать сейчас дайте я подумаю нет нет не буду врать давайте не будем сейчас упражняться с этим но идея в предпоспосмотра такая но самое страшное это нежадный повторитель который упасительный знак звездочка вот звездочка упасительный знак у еще и сверх жадные повторители а я не знал а офигеть значит значит самое страшное это ниже это нежадный повторитель что такое нежадный повторитель это значит что мы можем замочить у нас правило самый левый самый длинный перестает работать мы можем замочить такую строчку в которой ну давайте сейчас я простой пример приведу вас а как там вопросительный знак плюс а вопросительный знак плюс а плюс все просто да чё а плюсы просить на знак все я туплю 20 о значит в чем почему я говорю что эта штука страшно а причем это то еще ладно вот эта штука очень страшно вот эта штука у вас означает что поскольку правил самый левый самый длинный не работает вот такая вот такую ерунду такая ерунда может быть ставлено в любое место вашей строчки но в отличие от обычного повторителя может быть потом превращено в одну две три буквы если вдруг матчинг не сработает то есть фактически вы вынуждены будете сделать полный перебор всех возможных вариантов подстановки даже с одним нежадным повторителем если по чечаяния вы нежадный повторитель вокруг повторили еще каким-то повторителем все это смерть на взлете бывают регулярные выражения которые парсятся вечно вот с нежадным повторителем с точки зрения обхода матчинка регулярного выражения недетерминированных конечными автоматами сам алгоритм модифицирован не очень сложно мы просто говорим упс у нас нежадный повторитель мы будем перебирать матчинги не в порядке самый левый самый длинный а в порядке самой левой самой коронки конкретно для этого места вот но как это работает как это спланировать очень аккуратно этим пользоваться особенно особенно нежадная звездочка нежадная звездочка это адский ад помимо нежадных есть еще супер жадные сверх жадные не знаю как перевести они по-английски называются greedy possessive как правильно сказать possessive тут кстати был где-то разговор сейчас в википедии был разговор про possessive ревнивые ревнивые вот значит ревнивые повторители они устроены так что у них нету бэктрекинга вот мы говорим вот тут возьми самую длинную строчку и не шагу назад в отличие от нежадных повторителей ревнивых повторителей упрощают разбор регулярного выражения сплошнее алгоритм потому что в этом месте нет бэктрекинга вот кстати появились они только в 3.11 питоне то есть буквально на днях вот так сейчас посмотрим не пропустил я чего-то еще но кажется нет кажется я сказал почти все за исключением того что у регулярных выражений в питоне есть еще такое понятие как флаги где-то они тут будут флаги 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 ау вот они которые позволяют вам модифицировать уже не ну которые не имеют отношения непосредственно к тому шаблону который вы сдаете а управляют самим алгоритм разбора ну например если говорите что это оски регулярное выражение значит у вас буквами будут считаться только аские символы а иначе будут считаться верхние те буквы которые в вашем языке буквы если говорите и это значит что маленькие букву работу считаться большими вот если в говорите мультилайн внезапно строчка и может считаться строка которое содержит переводы строки это довольно как раз это имеет отношение к тому чем мы говорили самого начала помните я говорю что все-таки регулярное выражение то мальчик по строке в строке то есть некоторый у некоторого небольшого текста в небольшом тексте потому что алгоритм blacktracking на огромном тексте может быть бесконечно длинным вот но тем не менее если вам это нужно тем более что 40 лет назад большой текст искать не слишком большой текст в котором нормально все ищется 40 лет назад было гораздо меньше чем сейчас вы сейчас можете искать там в нескольких килобайтах это будет работать довольно быстро вот если там есть переводы строки имеется ввиду что позиция позиционирование на конец и на начало работает именно на конец и на начало ну и вот это вот все вот то же самое с точкой вы можете точку сделать так что . будет мочить перевод строки в том числе вот ну да и начиная с какого-то там питона в регулярные выражения можно вставлять комментарии если вы хотите написать такое регулярное выражение которое потом кто-то другой будет читать потому что мы с вами помним что регулярные выражения это такая у в райт он ли синтаксис написать его легко прочесть и очень тяжело проще написать за ну потому что ну вот то что мы с вами записали написали иногда вот уже вот так вот покрутишь наверх ну хорошо я пользовался простыми конструкциями но но бывают и сложные аббат white он ли кажется я сказал все что хотел значит смотрите здесь остались домашние задания которые пока что являются такими же задачками как у нас в основном курсе вот только более мутными все три задачки достаточно такие сложные особенно последний последняя задачка это просто жесть вас сразу скажу что если бы когда вы будете решать эту задачу не пытайтесь написать одно регулярное выражение на все это смерть пытаетесь отладить и написать маленькие атомарные регулярно какие короткие регулярные выражения на каждый кусочек это синтаксис библиотечных ссылок который принят в некоторых американских библиотеках он сравнительный сравнительный вот вот это собственно все да он сравнительно сравнительно простой казалось бы всего шесть пунктов в действительности это адский ад вот не пытаетесь написать одно большое регулярное выражение которое все это парсит а на самом деле пишите полигулярно выражение которое парсит каждый из этих фрагментов а потом просто складывать в одну кучку и дальше матч то что иначе это будет страх вот ну вот значит пока что я оставил в качестве в качестве отчетности для магистров решение вот этих задач вот но если ну то есть наверное так и останется да ну три задачки решить по каждой лекции не так сложно вот вот такие дела значит эти задачки более простые я потестил вчера решение вчера на днях потестил решение там все все более-менее нормально вот все значит если да еще раз а до какого ну обычно у нас как как это обычно у нас дедлайн неделя но наверное поскольку следующее дабы глава ежели она ну то есть она все-таки будет у нас более одной не на следующей неделе точно возможно я сделаю больше один лайн там скажем две недели вот но и наверное я сделаю так что там не будет вот этого лишнего промежутка что там две недели там за полцена и все вот это вот вот делайте и делайте если сделали не вовремя там тогда за полцена и все ну или там зачем так что вот мы об этом я этого еще не придумал потому что я еще не сделал и джаджа для них вот сделал для них не джадж скажу но там не будет недели недели я считаю это маловато надо все-таки успеть ну вот кажется я сказал все если есть вопросы задавайте вот по я понимаю что для тех кто все это видит Все это видит впервые. Объем информации очень большой. Помимо, кстати, помимо вот этого ресурса, который можно прочитать, он довольно приличный. Обратите внимание, тут есть ссылка на этот ресурс, на Regex 101. Где вы можете потестить регулярные выражения с красивыми картинками, с парсингом, со всем остальным. Я намеренно им не пользовался на лекции для того, чтобы пользоваться на лекции питоном. Все-таки разговор у нас о питоне. Но если вам покажется, что вот это удобно, только вот это, что вот это удобный инструмент, пользуйтесь им на здоровье. Ну вот, если есть вопросы, задавайте. Если нет, то всем спасибо, всем троим, кто пришел на лекцию, спасибо. Надеюсь, что на основной лекции нас будет все-таки больше. Тем более, что там пошли сложные вопросы уже. Что же касается следующей лекции по допглавам, я еще не решил, что будет. Тут еще зависит, что именно будет в допглаве. Зависит от того, когда она будет читаться и что мы успеем пройти. Если мы успеем пройти объектную модель, тогда, возможно, будет допглава по строгой типизации. Если мы не успеем пройти объектную модель до конца или мне не понравится то, что я могу рассказать про строгую типизацию, поговорим про диза-сэмблер, про байт-код. Это очень интересная тема, мне все время ее просят, она никуда не лезет. Устроим голосование, может быть. Пускай люди проголосуют. Все. Все, наверное, хватит уже с вас, уже времени-то дофига. Всем спасибо. И, значит, до понедельника.